Всем привет! Любителям русской словесности, меня зовут Зинуев Алексей, как уже сказали. Я вам представлю в этом докладе текущий уровень развития моей лично научной мысли. Если у вас научная мысль отличается от моей, это ваши проблемы. Соответственно, в чем? Не в чем-то еще, а именно в написании распределенных алгоритмов машинного обучения. Я, конечно, постараюсь дать некоторое овервью, но вот если вы не занимались совсем машинным обучением, наверное, будет что-то где-то сложно, но просто отнеситесь к этому как к абстрактным алгоритмам, которые есть везде. Чуточку про себя расскажу. Я так получилось, что уже много лет изучал исходники различных фреймворков распределенного машинного обучения. Начинал я с махаута, потом переходил на спарковский mail.lib, потом вот сейчас я активно изучаю, например, исходники такой платформы, как Хоровод, ну и так далее. Последние два года я принимаю участие в опенсорс-проекте Apache Ignite, но вот из Apache Ignite будет ровно один маленький кусочек слайда с кодом для иллюстрации чего бы там ни было. Также маленький спойлер, я буду немножко наезжать на спарк, немножко хвалить Ignite, но это вот совсем не самое главное в сегодняшнем докладе. Я вообще в целом хочу немножечко рассказать, как в моей голове происходила эволюция того, как нужно распределять алгоритмы. Немножечко расскажу также о том, как другие люди распределяют алгоритмы машинного обучения и какие именно, собственно, чем они друг от друга отличаются. Поедем с вами. Я прежде чем начну доклад, мне нужно, чтобы вы размяли свои руки, да, и я тоже разомну их вместе с вами. Давайте так, поднимите руки те, вот сейчас, кто хоть раз тренировал какую-либо модель. Хоть раз, вообще неважно где. Здорово, офигенно. А теперь вот смотрите, нет, держите руки, надо держать, статическая нагрузка. Сейчас оставляют руки те, у кого эта модель доехала до прода. Хорошо. А теперь оставляют руки те, кто использовал для этого какую-то распределенную систему, типа спарка, махауда, тансерфлоу, хоровода, ну чего-либо. Уже нас совсем немного. Ну то есть остальным вот этому большому количеству людей, которые что-то тренировали на своих педпроджектах, вот, но возможно когда-то перейдут к распределенным тренировкам, я надеюсь, что это будет полезно. Конечно, если вы уже пишете свою библиотеку распределенного машинного обучения, наверное, для вас каких-то новых открыть не будет. Но если вы завтра начнете только писать, я надеюсь, как раз это будет для вас полезно. В чем отличие от стандартного программирования? Есть такая известная картинка, в которой вот сидит традиционный программист, традиционной программистской ориентации, он пишет некоторый набор вычислений, в которые нужно засовывать, условно говоря, какой-то input и получать какие-то входные вещи. Ну и где-то он еще исходники программы прицепляет, происходит какой-то computation и так далее. В машинном обучении все происходит немножко иначе. То есть у вас есть, грубо говоря, input, есть output, и вам каким-то образом в ходе вычислений надо сгенерировать вот эту самую промежуточную программу. Это не означает, что завтра джавистов всех уволят, и это вот те программы генерятся. Нет, генерируется в основном какая-то математическая модель, которая в коде представляет собой какую-то примитивнейшую программу с какими-то часто if-ами, else-ами и так далее. Может быть, с каким-то небольшим циклом. Вообще, если совсем коротко говорить про машинное обучение, это вот оно, вот такая короткая запись. У вас есть, грубо говоря, x некая известная, есть некоторая y известная, и вам нужно, по сути, найти параметры некоторой функции при условии, что вы предполагаете, что вы знаете, какого рода эта функция. Это совсем коротко. Есть чуть более длинное определение по Воронцову. Условно говоря, у нас есть какой-то набор объектов, есть какой-то набор ответов, есть какая-то в универсуме платоновских идей функция, которая переводит x в y. И мы взяли из этого, опять же, универсума какие-то объекты, получили какие-то ответы, их конечное число, их не бесконечное число, и мы пытаемся построить какую-то функцию, которая в целом чем-то очень похожа на f, и вот это вот чем-то, вот в этом чем-то, и заключается разница многих методов машинного обучения. То есть возникает вопрос, а что значит похоже? А как построить действительно близкую функцию? Какой критерий мы выберем? А на каких точках она должна приближать, на каких нет? А будет ли она хорошо работать на точках за пределами вот этого тренировочного набора? Ну и так далее. Короче, вопросов очень много разных. Мы начнем с какой-нибудь совсем простой модели, которая нам встретится сегодня еще не один раз. Линейная регрессия. Вот если у вас в универе была эконометрика, вы наверняка там строили какие-нибудь тренды, или там не знаю, там я когда был ребенком, я строил, замерял свой рост, и короче от года к году хотел построить такое прогнозирование, сколько будет у меня метров во мне, когда растут до 20 лет. Вот модель не оправдала себя, прошло какое-то затухание, но в целом тренд был неплохим где-то в районе между 10 и 12. Коэффициент я подобрал. Коэффициент я подобрал на двух точках, как бы все было хорошо. Здесь все то же самое. Линейная регрессия – это некий набор коэффициентов перед неизвестными. При этом в самом простом случае это старая добрая кривая x плюс b, когда мы линию в двумерном пространстве проводим, ну или гиперплоскость в многомерном, то есть когда у нас нам нужно провести что-то прямое в н-мерном пространстве, н-1 размерности, назовем это прямым. Также как нам определять, какая линия самая лучшая? Вот тут на помощь приходит аппарат так называемых функций потерь. Вот мы провели какую-то линию, отличную немножко от идеальной. Предположим, мы можем как-то сверить нашу линию, вот эту вот идеальную линию, и, собственно, посчитать вот эту вот разницу каких-то отклонений. Один из вариантов, тоже известный в своей словесной формулировке метод наименьших квадратов, может быть записан в такой форме, где мы, собственно, посчитали квадраты разностей и просуммировали все, поделили, усреднили и так далее. Может быть такой критерий, может быть критерий совсем другой, но вот в линейной регрессии часто используется именно такой. Модель может быть представлена вообще в другом виде, то есть тут была какая-то математика, здесь уже никакой математики нет. Например, мы хотим предсказать, погибнет или выживет пассажир с Титаника, и мы можем нарисовать какое-то дерево. Дерево хорошо тем, что его можно легко продать какому-нибудь заказчику, но сложно тем, что, чтобы это дерево построить, нужно немножко более сложное вычисление применить, чем, например, для вычисления модели линейной регрессии. Также перед нами часто встает вопрос, как, собственно, найти какую-то наилучшую модель. Вот здесь мы ищем некую кривую, которая отделяет два множества, и ее тоже можно провести разными способами. И, собственно, в зависимости от того, какую функцию потерь мы выберем, кривая может быть проведена различно. Опять же, мы можем для себя решить, а сколько раз мы готовы попытаться провести кривую, и в случае распределенных вычислений это очень нехило так влияет на объем вычислений. Идем дальше. Предположим, мы сейчас находимся… Это вот все было про ML, дальше мы про ML в таком общем виде не говорим. Предположим, мы находимся в некой точке, в которой оказался я. Мне нужно написать библиотеку распределенного машинного обучения. Ну, прям завтра, чтобы была, или там, чтобы была через неделю. Как бы я действовал, если бы мне завтра сказали это сделать? Я бы взял известную библиотеку машинного обучения, на которой, наверное, кто-то что-то обязательно тренировал. Scikit-learn. Почему я бы ее взял? Ну, потому что там очень много всяких методов, и если уж брать, то, наверное, ее. Это, наверное, такой тотальный максимум, стандарт среди питанистов и так далее. Там есть куча-куча всего. Что бы я сделал? Я бы взял, наверное, ее исходники, покумекал бы что-то с ними, написал бы какую-нибудь суперраспределенную платформу, на которой бы эти исходники раскидывал. Вот тренировался. Ну, то есть, вот я как бы зажал в ручке Scikit-learn и начал его распределять. То есть, по первости, кажется, что это очень простая, на самом деле, работа. В крайнем случае, ну, я не сам питоновский код буду распределять, а какой-то псевдокод этих алгоритмов, на которые есть ссылки в документах. Ну, в общем, как бы, все достаточно просто. С чем, собственно, человек сталкивается, когда начинает писать библиотеку машинного обучения распределенного? Ну, и, наверное, вообще любую библиотеку, основанную на научных вычислениях. Тут есть общие вещи и не общие. Первая общая вещь – это то, что в основном алгоритмы, они откуда происходят? Их написали какие-то ученые. Эти ученые сидели в университете и за грант писали эти алгоритмы. Их цель была оправдать грант, а не помочь людям, которые будут какую-то distributed алгебру разворачивать. Их вот не в этом у них была цель, у них была цель вот своя, научная. И все, что ты можешь сделать, это воспользоваться, так сказать, объедками из барского стола. И если тебе повезло, и вот какой-то ученый в 2000 каком-то году написал такую статью в каком-то китайском университете, может быть, это действительно можно взять и распараллировать. Но нет, даже если в статье написано, что это параллел or distributed or large scale какая-нибудь такая модель или алгоритм тренировки, внутри это зачастую не так. Зачастую не так, потому что эти люди зачастую себе представляют параллельное вычисление очень умозрительно, как некий абстрактный набор, некую межсетку вычислительных узлов с идеальными отсутствующими затратами на коммуникацию. А если они существуют, то они по идеальным проводам бегут. В общем, все неплохо в теории, все неплохо в плане каких-то оценок, но достаточно сложно имплементировать. Если там присутствует псевдокод, то это такой произвольный, выработанный автором псевдокод, который, например, потом, вот собственно, scikit-learn внутри как сделан? Это какие-то люди, порой бездумно, брали псевдокод из статей и как бы засовывали в scikit-learn. Реально это порой бездумно, потому что там в следующей версии scikit-learn выходил фикс, потому что алгоритм, простите, не работает, например, не работает так, как варий и так далее. Далее. Зачастую они имплементированы через какой-то один большой глобальный цикл с кучей каких-то глобальных переменок, и ты думаешь, а что действительно может быть пошарено, а что действительно нет. То есть без понимания сути происходящего, на самом деле просто так взять распределить алгоритм нельзя. Нет, конечно, люди делают. То есть у того же Spark есть миллион pull-requestов, я про это еще расскажу, где люди берут какую-то научную статью, делают pull-request и там, условно говоря, происходит дискуссия на 20 страниц, почему этот алгоритм реально не распределен. И там, условно говоря, коммитеры Spark вынуждены сидеть, выяснять, а смотрите, вот здесь вот вы на самом деле пошарили стейт много-много-много раз и забили всю сеть. То есть это нужно человеку показать. Это реально типичная ситуация. Ну и, конечно, самый кайф в том, что алгоритмы, неважно распределенные или нет, они так часто имеют трудоемкость, а-ля OATN в кубе, это только по computation. То есть там может быть по памяти, если человек достиг, например, какого-нибудь выигрыша OATN в 2,5 степени, у него по памяти будет OATN в 4. Это вообще нормальная тема. И при этом практически никто вообще не пытается строить оценки проталкивания через сеть в зависимости от объема исходных данных. Редко можно встретить такую работу. Собственно, одна из моих целей сейчас, вот, например, в текущей точке моей жизни, это составить что-то вроде такой сводной таблицы, где мне будет понятно, для каких имплементаций три как бы трудоемкости. Трудоемкость по computation, трудоемкость по памяти, трудоемкость по сети. Можно еще какие-то трудоемкости добавлять, но тем не менее. Идем дальше. Что я хочу дальше сделать? У машинно обучающихся людей, у них кроме просто тупо тренировки модели, у них на самом деле там целый дивный мир. Есть некий pipeline машинного обучения, и каждая из его стадий, я постулирую это, может быть на самом деле либо распределена, либо распараллельна с целью максимальной утилизации ресурсов кластера. Собственно, пойдем с самого начала. У вас есть какие-то сырые данные. Сами эти сырые данные могут лежать как в какой-то уже кластерной системе, так и вне ее в каких-то CSV файликах. В любом случае наступает такой момент, чтобы начать какие-то распределенные вычисления, вам что-то с этими данными надо как-то в эту систему распределенных вычислений загрузить. После этого идет обычно некоторый набор припроцессинга, который преобразует данные. Иногда это независимые однострочковые преобразования, то есть над каждым, условно говоря, вектором или строкой данных мы преобразуем в вектор. Иногда это требует некого промежуточного шага, о чем я тоже чуть попозже расскажу. Тем не менее мы из сырых данных собираем машинообучаемый, условно говоря, формат. Часто это вектора с определенной структурой, желательно с даблами внутри, а не с какими-то левыми строчками. То есть все эти вещи надо проделать. Дальше происходит сам процесс тренировки, то есть создание артефакта модели. И дальше вот этот вот сам процесс тренировки может быть повторен очень-очень-очень много раз для того, чтобы подтюнить так называемые гиперпараметры тренировки, гиперпараметры машинного обучения. Причем гиперпараметрами могут быть как параметры тренера, так в принципе параметры припроцессинговых каких-то вещей и даже, скажу страшное, в каком-то смысле параметры загрузки. В принципе все, что вы хотите параметризовывать и комбинаторно перебирать, в принципе может стать гиперпараметром. Тут можно выйти немножечко за предел. Даже какой кластер вы используете для вычислений, там не знаю, какие машины, это тоже в принципе может стать гиперпараметром для перебора в вашем вычислительном эксперименте. Дальше происходит финальный этап, точнее он происходит на каждом этапе перебора параметров, но я вот так отдельно выделил. Это эвалюация. Эвалюация – это оценка, сравнение с некоторым эталоном, понимание того, насколько хорошей получилась модель. И таких сравнений их тоже много, они тоже достаточно трудоемкие. И тут встает вопрос о том, как это все корректно, собственно, делать, и можно ли это где-то распараллели, где-то распределить и так далее. Ну и, конечно, диплой. Все, что находится за эвалюацией в диплой, я вообще трогать в сегодняшнем докладе не буду. Там, на самом деле, тоже много всего веселого связано с инференсом, но давайте просто туда не полезем. Соответственно, все вот эти вот вещи, в принципе, могут быть распределены в широком смысле этого слова. Я под распределенностью подразумеваю как распределение самого алгоритма, так и запуск параллельно в кластере заданий, которые утилизируют кластер полностью. В этом плане более широкое такое определение. В принципе, если эти две стадии посмотреть, сравнить, условно говоря, Apache Spark и Apache Ignite, то на данный момент, конечно, Apache Spark в плане полноты распределенности всех стадий он лидирует, если брать то, что уже доступно в качестве артефактов. Но я думаю, что, в принципе, скоро, уже очень скоро Apache Ignite сравняется и в чем-то даже будет превосходить Apache Spark за счет последних двух пунктов, где, собственно, все очень плохо с ансамблями и онлайн-машинным обучением. Начнем с самых низов. Со распределенных структур данных. Бытует мнение, что, в принципе, этого достаточно. То есть ты сделал какие-то распределенные структуры данных, какие-то крутые примитивы, и дальше фигак-фигак берешь алгоритм… Почему это удобно? Потому что здесь очень много интересных методов для построения лидийных моделей, связанных с линейной алгеброй. Там, у кого был предмет, вычислительные эксперименты или что-нибудь такое, вычислительная математика в университете, тоже, может быть, программировали миллион методов по какому-нибудь обращению матриц, вращению матриц. Все это было итерационно, классно. Никто не смотрел на трудоемкость этих алгоритмов. То есть все это было для таких детских матриц, по большому счету. И если брать эти прямые алгоритмы, ну, в принципе, вот в лоб взять их так, запустить на чем-то серьезном не получается. Ввиду этого тот же Netflix, который строит какие-то рекомендательные сервисы, он прибегает ко многим интересным ухищрениям для того, чтобы понизить размерность своих матриц, разложить их на какие-то подкомпоненты и так далее. Собственно, предположим, что мы хотим как-то наши данные фрагментировать. Есть, опять же, несколько подходов. Первый, понятно, вообще ничего не фрагментировать, я не буду его упоминать. Второй — это некая горизонтальная фрагментация. То есть мы нарезаем на некие строки или блоки строк вертикальные, когда мы делим все по колонкам. И тут сразу видно, что это два разных способа масштабирования. Если у вас миллион колонок, а такое может быть в датасете, и 10 тысяч строк, такие есть датасеты на разных соревнованиях и так далее, возможно, вам вертикальное масштабирование больше произойдет. Но часто с большим количеством фич многие алгоритмы работают плохо, в том числе и линейные. Поэтому в этом плане я сам поклонник больше горизонтального фрагментирования, однако не чураясь у вертикального. Лучше всего, конечно, это смешанный подход, когда ты все это делишь на некие блоки, некие ячейки. Это некоторый набор строк и некоторый набор колонок. И дальше уже раскладываешь операции под операцией над этими блоками. Есть еще очень экзотические способы распределения. Они уже относятся скорее к какой-то хайлодной тематике. Ну, условно говоря, вы можете учитывать какой-то географический фактор для того, чтобы формировать некоторые блоки данных. Не знаю, вот здесь вот блоки, которые к этому городу прилежат и так далее. Это уже все теории шардинга, они немножко не сюда. Машинное обучение, я видел парочку статей, где в структурах данных из-за того, что по-другому считалось, по-другому выглядело метрическое пространство географических координат, это было оправдано. Причем там была честная метрическая пространство географических координат, не квадратики нарезанные с искажением на полюсах, а честная, почти в полярной такой системе. Но это прямо очень редкий фактор, я его отбросил за непопулярностью и так далее. То есть даже не стал туда углубляться. Также обычную матрицу можно представить, ну вот я еще раз решил это визуализировать. Чем это хорошо? Чем хорош этот подход? Когда вы, например, будете делать какие-то популярные вещи, типа обращение матрицы и так далее, постройки, поиска собственных чисел, разложение матриц, там внутри много операций, которые, ну скажем так, легко выполняются над блоками. В том плане, что они корректны с точки зрения, ты выполнил их над парой блоков, над другой парой блоков, и можно все это заредюсить. Есть как бы соответственные нюансы. В целом историческая мысль вот этого распределенного умножения матриц, вот можно проследить здесь на этом слайдике. Сейчас все это закончилось особым перекодированием матриц распределенных, матричного умножения, вот висят пиары какие-то к спарку никогда туда, которые не войдут и так далее. Я остановлюсь коротко буквально на первых двух строчках, а не википедийного в принципе уровня. Дальше, если вы захотите в суммы, диммы и так далее залезть, вот вам ссылки. В чем там проблема? Проблема в том, что когда мы распиливаем матрицу на блоки, для того, чтобы, например, даже сделать все равно умножение матриц, мне почему это очень сильно не нравится? Там, даже если ты пытаешься это положить на MapReduce, такую парадигму и так далее, вот эти вот блоки, все это упирается в то, что все эти блоки в конечном итоге, все эти данные через сеть перетекают. То есть у тебя было n-строк, эти n-строк в итоге, а то и больше их число, через сеть пробилось. Ну то есть сеть спокойно ляжет. При этом, при этом надо понимать, вот в этой наивной имплементации, в которой каждый блок там приезжает к каждому, они перемножаются, все агрегируется, все еще достаточно неплохо было, но потом появились ученые, которые такие, что мы делаем? Мы все это проталкиваем через сеть. А давайте мы попытаемся улучшить этот алгоритм. Давайте мы не абстрактно будем бить на блоки. И пришел товарищ Кэнон, и он что сделал? Он говорит, давайте выберем с точки зрения свободной у нас памяти, ни блин сети, ни еще то чего, а свободной у нас памяти. Выберем оптимальный размер ячеек этих матриц, чтобы их проталкивать через сеть. Он получил оценки, которые позволили там, скажем так, в корень из m улучшить OATN-кубический алгоритм. Ну то есть здорово, конечно, но не очень удобно. Это просто все следующие алгоритмы, которые были здесь на слайде, это попытки еще и еще снизить трудозатраты по сети, но это все время некий делитель под OATN в кубе. То есть такие алгоритмы называются 3D, алгоритмы 2D, 2,5D алгоритмы и так далее. То есть там все очень нехорошо с точки зрения сети. Кроме того, научная мысль пошла дальше, и сидят люди, защищают PHD на тему того, давайте мы очень интересно блоки запакуем, ведь матрицы у нас еще разреженные бывают. Давайте мы, собственно, будем некие характеристические числа этих блоков сопоставлять, чтобы потом их как бы декодировать и восстанавливать, проталкивая через сеть меньший объем информации. В принципе, некоторые представления для очень разреженных матриц, они неплохие. Опять же, вот в сервисе рекомендаций, где своя специфика, где много нулей, эти репрезентации, они могут играть роль. Но большую часть времени машинные обучатели, они не занимаются, условно говоря, сервисами рекомендаций. Кто их к этому, блин, в конце концов пустит? Ну, поиграться смогут. И в этом плане иметь специфический набор матриц для вот этого конкретного случая, ну, это достаточно трудозатратно в плане, когда ты развиваешь библиотеку, человек это хорошо. Поэтому, в принципе, было принято решение в эту сторону перестать смотреть. Плюс еще, какие были с этим проблемы? Когда ты, например, начинаешь вот это все поддерживать, у тебя начинает расползаться огромное количество форматов матриц, как я уже сказал, или векторов распределенных под разные нужды. То есть мы на пользователя перекладываем необходимость думать о формате представления данных. Если у тебя пользователь очень продвинутый, он бэкэндщик с опытом, это прикольно, да? А если человек дата-сайентист, который хочет написать какой-то простой пайплайн и запустить его, это как бы перебор, на мой взгляд. Далее, как я уже сказал, много-много данных перетекает, и не все методы в машинном обучении завязаны на линейную алгебру. То есть есть куча методов, там, вероятностных, метрических и так далее, которые, ну, в гробу видали линия алгебры, у них совершенно другие подходы. И вот это все попытаться представить через матрицы вообще терпит крах. То есть попытаться выразить наивный байс через матрицы можно, но, собственно, зачем, если есть более компактные представления и так далее. Поэтому, опять же, в ходе разработки библиотеки было в очередной раз переоткрыто кей-вэлью хранилище с MapReduce операциями, но, опять же, путем каких-то сложных изысканий. То есть у нас есть некая общая функция Compute, которая принимает, для которой мы определяем Map и Reduce функции. А дальше, в принципе, любой алгоритм машинного обучения можно попытаться переписать через эти две старых добрых операции. Собственно, библиотечка Махау в свое время так и начиналась. Это была попытка несколько алгоритмов через MapReduce написать, но на том они где-то и зачахли, потому что не хватило сил. Пойдем с самых простых вещей. Вот те самые припроцессоры. Может статься, что если кто-то из вас занимается бэкэнд-разработкой, он вообще только припроцессингом занимается, а к настоящей тренировке его не допускают. Такое может быть. Поговорим о той небольшой математике, которая там скрывается. Собственно, предположим, нам нужно сделать нормализацию каждого вектора. В смысле, привести, например, вектора к какой-то конкретной норме. То есть был у нас какой-то произвольный вектор, а мы захотели его сделать некого единичного размера. Мы таким в школе занимались. Вектора скалировали, условно говоря, разворачивали и так далее. Все очень просто. Не будем вдаваться в подробности, зачем это нужно, но делается это просто. Эта операция над каждым вектором не зависит, например, от знания о каких-то других векторах. Поэтому все это можно делать свободно. Мы, во-первых, определяем какую-то норму. То есть алгоритм очень простой. Мы определили, какой норме мы хотим провести. Ну, какой-то P-норме, которая позволяет нам в льпешном пространстве хорошо пожить. А дальше запускаем эту процедуру нормализации, то есть преобразование каждого вектора. Над каждым вектором. Это очень простой, самый простой на свете распределенный алгоритм, у которого есть ровно одна мапфаза. Дальше так хорошо не будет. Идем дальше. Вот мы хотим уже сделать что-то более продвинутое. Например, хотим преобразовать каждую фичу, чтобы она имела стандартное отклонение равное единице и среднее равное нулю. То есть так называемый стандарт скейлинг. Скейлингов много бывает разных, но в чем тут соль? Для того, чтобы это сделать для фичи, нам надо собрать какую-то статистику. То есть один раз пробежаться по данным, собрать какую-то статистику. То есть это как минимум один map reduce проход для того, чтобы собрать среднее, посчитать стандартное отклонение. А дальше нам нужно преобразовать снова каждую строчку, используя эту статистику. В принципе, все препроцессинговые преобразования укладываются в парадигму. Либо операция над отдельным вектором, либо дополнительный map reduce проход. Здесь я покажу еще один пример. Популярная техника, если кто-то имел дело с категориальными фичами, one-hot encoding. Это когда у нас есть какой-то ENAM в колоночке, условно говоря. Мы хотим его представить в виде бинарных векторов, повернутых направо, где единички стоят в соответствующей колонке, типа январь, февраль, март, апрель и так далее. Опять же, несмотря на то, что эта штука производит какие-то новые данные, здесь все то же самое. Вам для начала надо пройти за один проход, собрать статистику. Это, например, статистика частотности вот этих отдельных значений ENAM. Например, январь встретился у меня в 50%, февраль в 20% значениях и так далее. Потому что это в целом может влиять на какой-то порядок. Иногда можно делать без этого дополнительного прохода, если вам не важен порядок столбцов, который происходит. Тогда это все сводится просто к обычной трансформации. Если у вас, например, заранее определено дерево преобразований, у вас тогда будет просто один мап-проход. Если вы хотите собрать статистику дополнительную, это будет дополнительный проход. В принципе, лучше тут объединять много фичей за раз. Все знают эту фишку стандартный Spark, если кто-то с ним работал, механизмы а-ля стрик индексинг. Они позволяют каждую фичу отдельно смотреть. Я видел в разных настройках, фреймворках на Spark, в первую очередь решают эту проблему. Давайте сразу за один проход посчитаем весь этот стат и потом преобразуем все эти строки. Вот известная проблема. Это пре-процессинг. Тут все просто. Идем теперь к настоящему алгоритму машинного обучения, где уже какая-то сталь начинается. Смотрите. У нас есть некоторый набор алгоритмов классификационных и регрессионных для решения двух проблем. В одной ситуации мы хотим предсказывать классы из некого дискретного, конечного и желательно небольшого множества из двух элементов, где-то регрессировать, соответственно, предсказывать некоторое значение, например, функции в какой-то точке. Самый прикол в том, что одни и те же методы, включая Decision Tree, включая K&N, включая логистическую регрессию, могут быть использованы для решения обеих задач. Вопрос, как вы округляете, условно говоря. Конечный ответ. Поэтому нам надо научиться решать, научиться имплементировать некоторый базовый набор, а дальше эта штука уже вроде расползается по всей библиотеке с немножко разными интерфейсами. Самый прикол в том, что в библиотеках распределенного машинного обучения основной рабочей лошадкой является стахастический градиентный спуск. Мы к нему сейчас перейдем. Идея еще состоит в том, что у нас есть несколько подходов к тому, как вообще вот именно сами алгоритмы тренировки распределять. Есть два подхода. Это, собственно, когда вы параллелитесь по данным, у вас есть какие-то партиции, условно говоря, вы на них что-то считаете, потом как-то объединяете результаты и работаете. А есть альтернативный подход, модул параллелизм, когда вы на самом деле в каждом воркере тренируете свою модель на всех данных как бы сразу и дальше как-то это все вместе объединяете. На самом деле можно комбинировать оба подхода в большом пайплайне. Вот тот этап тренировка, о котором речь идет, я советую модул параллелизм, подход здесь не использовать. Его можно использовать, к примеру, на этапе кросс-валидации и так далее. Настройки параметров. Как выглядит типичный итеративный ML-алгоритм? Прикол-то в чем заключается? Как вы видели с первых слайдов, типичная задачка машинного обучения — это некая функция, у которой нужно найти какой-то оптимум зачастую. Чаще всего минимум или иногда максимум, в зависимости от того, как вы сформулировали. Суть в том, что алгоритмы, даже прямые методы для какой-нибудь одномерной, двумерной оптимизации, они тоже зачастую итеративны. И в этом плане поиск, условно говоря, наилучшей модели, как некоторые точки оптимума, он в больших алгоритмах машинного обучения особо не отличается. Это те же самые итерационные алгоритмы, просто эти итерации нужно как-то придумать, крутить на нескольких распределенных партициях. Здесь часто используется так называемый смешанный подход, когда мы можем посчитать какие-то локальные итерации, их может быть одна в каждой партиции, их может быть одна или ноль, условно говоря. Мы ничего локально не крутим, никакой цикл, и просто все каждый раз смержем в глобальную итерацию. Может быть подход, когда у вас сначала локально прокручивается 100-200 локальных итераций в каждой партиции, потом это все мержится в какую-то глобальную итерацию, глобальных итераций 10, 15 и так далее. Это уже напоминает немножко кишочки TensorFlow, где есть некие глобальные эпохи, которые мы там сами определяем и так далее. Можно считать глобальную итерацию глобальной эпохой, а локальные итерации — это какие-то интересные подсчеты над одним кусочком данных, который ничего не знает о других. И, конечно же, на каждом глобальном шаге мы проверяем сходимость нашего алгоритма. То есть у нас, опять же, могут быть разные критерии сходимости. Где-то может быть очень очевидный критерий сходимости, не больше 10 глобальных итераций. Это тоже критерий сходимости. Или мы отличаемся не больше, чем на дельту, от некоторого заданного набора. Это тоже критерий сходимости. Но, в общем, их может быть много разных. По сути, все алгоритмы машинного обучения распределенной библиотеки могут легко превратиться в некоторый итерационный MapReduce либо в памяти, либо, если вам не повезло, на диске. Такое тоже бывает. Какие у нас есть потенциальные точки, чтобы все это ускорить? Ну, вот исходя из предыдущей схемы, у нас есть какие-то локальные итерации, какие-то глобальные итерации. И глобальная итерация означает, что мы что-то начинаем пушить через сеть. Соответственно, хотелось бы в целом уменьшить объем пушимого. Желательно при этом, как бы многокорритериально у нас такая оптимизация получается, сократить сам размер одной глобальной итерации. Чувствуете, да, цели противоположны немножко. И в целом вообще сократить количество глобальных итераций. То есть на каждой итерации пушить как можно меньше, При этом, чтобы итерации было как можно меньше И при этом сама итерация была как можно короче Круто Как выбрать все три из трех? Я не знаю На самом деле, этот баланс мы можем оставить на откуп пользователю Пусть он, настраивая гиперпараметры И для своего конкретного случая И найдет эти подходящие вещи Ну, конечно, мы не можем ему дать на откуп Размер пушимого через сеть Это часть нашей имплементации Но мы должны держать в голове эту идею И это та причина, по которой Я для себя вывел какое-то правило Если алгоритм пытается переслать свои данные через сеть То есть как-то объем содержимого зависит от входа Но это плохой алгоритм Наверное, его не стоит в эту библиотеку пихать В этом плане можно пройтись по листочку алгоритмов Сайкетлерн и половину сразу вычернуть То есть они не такие Они все для общей памяти Для отсутствия пересылок через сеть и так далее Ну вот этот принцип, который я как-то для себя пытался вывести Есть алгоритмы, которые достаточно легко скалируются То есть ты смотришь на их код, на статейку И как бы, ну тут все понятно Ну как, понятно после небольшого периода всматривания в исходный код То есть неважно, вы пишете, кстати, параллельную версию алгоритма Распределенную и так далее Вы видите, что можно отдать в некую отдельную джобу, которая уйдет И чтобы дальше данные посинкать Это вот там всякие линейные регрессии Каминсы, SVM, про которые я тоже скажу KNN, логистическая регрессия С этим все было неплохо И многие многократно эти алгоритмы имплементировали Но это не весь список алгоритмов, которые легко делать А есть алгоритмы, с которыми все немножко похуже В частности, вот алгоритм понижения размерности PCM Или метод главных компонентов По-советски так звучит Он обожает матричные вращения и так далее Ну вообще все, что матрично ориентировано Я к нему с осторожностью отношусь Я сам пару раз пытался его заимплементить Распределенно В общем, хорошо и распределенно Исходя из своего собственного критерия Мне не получилось Поэтому я оставил эту затею Потом я обманулся с DB-сканом Тоже была такая история Вроде посмотрел, статью прочитал Вроде все хорошо Трудоемкость не хорошая Но была идея, что там подхачить Немножко эвристически, чтобы сохранить результат Но меня испугал, опять же, примитив из матричной алгебры То есть я его использовал и не заметил Потом померил, что у меня через сеть пошло И как бы ужаснулся То есть все данные прошли через сеть Причем неоднократно Ну это вот исходя из того стандартного псевдокода То есть кроме того, что DB-скан оказалось Имеет плохую трудоемкость по вычислениям Он оказался иметь чудовищную трудоемкость По перетаскиванию через сеть Всех своих матриц, подматриц и так далее Это еще один для тех, кто не пользовался Аккуратный алгоритм кластеризации Который не с центрами кластеров работает А как бы с краями он ищет Так, кого бы мне в свой краешек захватить То есть он плавненько работает с краями Этот подход очень неплох, когда вы Какие-то заковыристые фигурки пытаетесь кластеризовать То есть он тут достаточно неплохо работает Ну и, конечно, нелинейные ядра с SVM Это тоже отдельная point, про которую расскажу Поговорим об удачных кейсах Я не хочу сейчас сильно, у меня не fail-conv Чтобы рассказывать про неудачные кейсы Буду рассказывать, как все хорошо У нас еще почти 30 минут Поговорим про хорошо Первый подход Первый алгоритм Поиск оптимальных коэффициентов линейной регрессии Где-то внутри это все Можно, например, подбор этих коэффициентов Реализовать при помощи такого википедийного, опять же, алгоритма LSQR Этот LSQR, конечно, нехило так заточен под матрицей Но его можно перетащить и на k-value парадигму Потому что в нем, на самом деле, мало синкаются отдельные части И корнем, ядром этого LSQR является некая процедура Бидеодиагонализации Которая в чем заключается? У вас есть, условно говоря, какая-то матрица Ее нужно разложить в две подматрицы И фишка в том, что все это ядро представим в виде некого цикла по k Где k это не число итераций каких-то глобальных А k это число колонок От числа колонок у нас зависит число собственных чисел Которые там получатся в матрице В общем, некое конечное число Зависящее только от размерности данных Которые можно заранее, условно говоря, посчитать И эта бидеодиагонализация Конкретно вот эти трое парней Они сделали достаточно эффективную процедуру Намного эффективнее, чем SVD алгоритм Который тоже в куче библиотек есть В SVD проблема в том, что это стандартный Итерационно-конвердженс такой вот алгоритм Который крутит, крутит, крутит До сходимости А вот здесь конечное число итераций Как его можно, например, представить В виде MapReduce парадигмы? Можно разбить его на p-частей Исходный датасет То есть матрицу честно разбилить И в каждой из частей выполнить определенные вычисления Например, этот алгоритм раскладывается В две MapReduce фазы, условно говоря Ну две MapReduce это вообще недорого Но правда в каждой из К В итоге получается К на два MapReduce Два К MapReduce А не бесконечное потенциальное число MapReduce В итерационном алгоритме Неплохой метод В целом он Я бы его не отнес напрямую к прямым методам Там прям матричной алгебры Но он очень близок к ним Далее Забудем сейчас про линейную регрессию Алгоритм кластеризации У меня еще есть немножко гифок для вас Давайте вот запустим Вот у меня есть три центра кластера Они пошли искать друзей Постепенно итерационно на каждой итерации Они все больше становятся центрами своих кластеров И постепенно стабилизируясь Перекрашивая точки под себя на каждой итерации Этот алгоритм имеет давнюю историю Того, как люди его распределяют Мне кажется, еще в каменном веке Люди пытались его распределить Я серьезно Там какое-то безумное количество статей На эту тему И ни одной дельной по большому счету Один из интересных подходов Который предлагается Называется статья тоже Distributed Cummins Достаточно свежая Что предлагают? Решим, что нам нужно найти к кластеров Ну, проинициализируем их Как попало То есть люди не считают Да без разницы, как мы их проинициализируем Меня сразу это насторожило в статье Типа, как попало Рандомно Конечно же, это быстро сойдется А дальше что мы делаем? Мы на каждой партиции Кластеризуем эту партицию То есть ничего не зная обо всех остальных Получилось на этой к кластеров На этой к кластеров Вопрос, почему k? Почему там не 2k? Я не знаю Ну, короче, пока кластеров А дальше что предлагается? Давайте мы Соберем какую-то статистику Об этих кластерах То есть у нас как бы Однопроходной такой алгоритм Много статистики Это вот пример статистики Например, информацию о центроиде Сколько всего там точек Размер примерный диаметра Можно еще В худшем случае Я видел имплементацию Где все сами точки Тоже добавлялись Вот в эту дополнительную информацию Как бы Тогда получше Результат последний происходил На пятом А в пятом этапе Давайте мы эти Вот было у нас П партиции И k кластеров Давайте мы эти pk кластеров Исходя из статистической информации Смержем на редюсере То есть мы скажем Что вот этот вот кластер Вот этот и этот Это на самом деле один кластер Идея благодарная То есть для нее Много чего доказано И так далее Просто там фишка Этого алгоритма в том Что чем меньше инфу Ты передаешь Тем хуже результат В плане интерпретации То есть результат вообще Не подходит даже иногда Под настоящий комминс То есть это какой-то Адаптированный комминс Который теряет его соль Можно попробовать по-другому То есть мы начинаем В принципе так же Зафиксировали Сколько мы хотим найти k Проинициализировали Желательно умным способом Проинициализировали Чтобы было меньше итераций Максим Там есть разные подходы К тому как это проинициализировать Раздали данные соответственно Дальше что мы делаем Дальше хотелось бы Сделать нормальный Итерационный алгоритм Коим комминс и является И разлито на отдельной фазе MapReduce В фазе map Мы считаем попарные расстояния От центроид Которые например Сначала были проинициализированы Посчитали все корректно Собрали похожую статистику Как было там Отправили на редюсер И на редюсере мы мерзжем Именно эту статистику Определенным способом Для того чтобы вычислить Новые центроиды Это в принципе В этом и соль Каминса Казалось бы Но я мало где видел Именно такую имплементацию И дальше Вот этот собранный результат То есть собранную информацию Но в центроидах Снова раздаем Центроидов К Они занимают Очень мало места по сети И но единственное Что этот процесс Надо повторить много раз То есть у него В среднем итерации больше То есть проходов по данным Больше Но вы получаете Некий гарантированный Понятный результат Потому что В предыдущей операции Там есть Ой простите В предыдущей операции Вот это вот Мифическое join On reduce clusters Оно очень-очень Длинно и заковыристо Описывается Там трудоемкость Этой однократной операции Она очень высока На самом-то деле Там большой-большой Простите Не в ту сторону листанул Перейдем к нашей Рабочей лошадке Стохастическому Градиентному спуску Откуда этот предатель Друг Товарищ взялся Есть у нас Да что такое А я перевернул кликер И думаю Что я не туда кликаю У нас есть старая Добрая регрессионная модель В самом начале Предположим Мы зафиксировали Какую-то функцию потерь Ну это же те самые Метод наименьших квадратов То есть попарные разницы Сумма их деленная пополам Ну все это в квадрате То есть я забыл Попарные разницы в квадрате Мы хотим отправить Это минимизировать То есть чтобы все отклонения Сумма там средняя Квадратичная короче Было как можно меньше Как можно меньше Это в принципе уже что-то Что можно как-то оптимизировать И собственно Идея в чем Для того чтобы найти Минимум такой функции Мы можем использовать Стандартный Ну пока можно для начала Просто градиентный Градиентного спуска Использовать Для того чтобы посчитать По разным координатам Условно говоря Градиенты И с градиентами Одна классная штука Градиент Он у нас абсолютно Атсоциативно Раскладывается По отдельным элементам То есть мы в принципе Можем представить Конечный градиент Как сумму некоторых градиентов По отдельным кусочкам Здорово Это та причина Почему SGD используется Ну а стахастическим Потому что мы не оперируем Сразу всеми точками То есть в случае Условной бигдаты Нам не нужно смотреть И что-то вычислять Сразу по всем По одной точечке посмотрим Ну если надо По K точечек посмотрим И что-то сагрегируем Суть в чем Этот алгоритм Он на самом деле Запихан внутрь Всего подряд То есть я сейчас тоже Про это подробно расскажу Предположим Ну немножко визуализации Как он действует То есть вот у нас Идут точки Мы начали с какой-то Верхнеуровневой точки И условно говоря Делаем следующий шаг Спускаемся в сторону Так сказать Наибольшего Приближения к минимуму Делаем, делаем, делаем Это условно гравилизация Несколько глобальных итераций В локальной итерации Там может Конечно Мы попартиционно Это визуализировали Все может быть Достаточно интересно И в итоге Мы находим Подходящие коэффициенты Которые определяют Наилучшее положение линии Где по методу Наименьших квадратов Отклонения Составляют Минимальное число Как этот СГД Распределять Ну вот здесь вот Мы видим Примерно некоторый Псевдокод Это вот того Что было описано Чуть раньше Математически Здесь в принципе То же самое записано В псевдокоде СГД вообще лежит Внутри следующих алгоритмов Логистической регрессии Он лежит внутри Мультилейер перцептрона В принципе он лежит В основе TensorFlow За счет чего Ее в принципе Можно распределять Он лежит в основе Так я сказал уже Линейной логистической В принципе и в основе SVM в Spark Он тоже лежит То есть много методов Которые так или иначе Работают с линейными функциями Пытаются построить Линейную модель В том или ином виде Ли комбинацию В принципе СГД подходит Его можно в принципе И для каких-то Полиномиальных вещей Тоже использовать То есть это не критично Вот здесь вот есть Одностройщика Которую собственно Мы можем распределять Потому что все остальное Это некоторый цикл При этом на самом деле Коэффициент распределенности Исходя из такого Некого распределенного Закона Амдау Он будет достаточно высоким Если это тяжелая операция Которая параллелится по данным Она и займет большую часть времени В принципе есть и хорошие Красивые оценки для этого То есть как это в целом Будет выглядеть У вас есть какая-то Пошаренная память Я не знаю где она у вас лежит Там у вас может быть Какой-то контекст Который везде разбрасывается Или на какой-то Мастер ноде все это находится И вы постепенно На каждой реплике Считаете свой кусочек градиента И это можно делать асинхронно Хотите синхронно делать Хотя это глупо И вы все это постепенно Собираете в этой самой Общей памяти Единственный код на Apache Ignite Который я обещал привести Вот он здесь Это не означает Что в Apache Ignite Так имплементировано Но условно говоря Если вы хотите немножко Java Ну пусть она будет То есть здесь у нас есть Некоторые опять же Критерии сходимости Мы считаем до тех пор Пока либо итерации у нас Не собьются в нолик уже Или пока мы имеем Достаточно большую ошибку Дальше мы считаем Рассчитываем некоторый Вектор градиентов И собственно там есть Две фазы MapReduce Ну они уже совсем элементарно Там дальше расписываются Собираем результат Собираем общий градиент И по новой То есть все это Крутится, крутится, крутится Ничего страшного В чем дальше интерес Если мы на самом деле Вот в этом SGD методе Поменяем функцию потерь К примеру Стандартную Стандартный Вот наш метод Наименьший квадрат Или squared loss Поменяем например На hinge loss Или например На logistic loss Мы можем получить Немножко другие алгоритмы Тогда по-другому Будет записываться Выражение Для вычисления Субградиента И всего градиентов Целиком Но получается Что тут чешутся руки У людей В распределенных библиотеках Создать универсальный движок Который будет Параметризован Различными loss функциями Условно говоря Мы получим Некий универсальный расчетчик Для построения Большого количества Линейных моделей Так да не так Условно говоря Вот эти loss функции Они обладают Рядом схожих свойств Относительно Дифференцируемости И так далее Но и неким рядом Расхожих свойств То есть условно говоря Представление данных Для каждой из таких функций Потеря Но на самом деле Может разниться И давать какой-то выигрыш Это одна из причин Почему я например Немножечко такие вещи Не люблю То есть не люблю Универсальные лошадки В этом плане Хочется иметь Наиболее эффективные Имплементации Которые соответствуют духу Например Каждой конкретной loss функции И я сейчас приведу пример такой Если брать алгоритм SVM Как началась моя история То есть я такой думаю Так посмотрю Как я это сделал На спарке Проанализирую А при этом Ну сталкивался с тем Что в спарке Как бы этот дряной способ Думаю Не надо выгнать Тащить дрянь Как бы если это уже плохо считается Он во-первых Рухает на большом количестве колонок Hinge loss функция Там не так аккуратно Считается Она считается Не то чтобы подольше Но вот условно говоря Стандартный расчетчик И подборщик коэффициентов Для того чтобы Эту функцию Потеря оптимизировать Он требует часто Большего столовращения Особенно если у тебя Много колонок То есть все это Очень-очень долго сходится Я такой думаю Ну ладно Есть и есть Потом начал копать дальше И как бы пошел Немножко вглубь А какие есть методы Условно говоря Решения Задачи Оптимизации Какие-то другие Ну я забежал вперед Извините Я не рассказал Что такое SVM Для тех кто никогда С ним не работал Коротко объясню идею Это тот же самый подход Давайте проведем Некую линию Которая будет отделять Два класса Некоторым оптимальным образом Только вопрос Что за образ будет То есть можно по методу Наименьших квадратов А можно другим способом Давайте будем считать Оптимальной Ту гиперплоскость Которая максимизирует Условно говоря Зазор с двух сторон Относительно Так называемых Граничных точек Или опорных векторов Как их еще называют Ну каждая точка Условно говоря вектор На самом деле Есть еще Много дополнительных Модификаций Этой истории Но суть в том Что мы пытаемся Максимизировать зазор И вот видно Что там некоторые линии Хоть и отделяют два класса Они этому критерию Как бы хуже соответствуют Соответственно Вот вся эта история Выглядит примерно Визуально вот так Мы начинаем С какого-то Опять же приближения Потом начинаем Вращать нашу кривую На самом деле Конечно ее вращает Например с GD Или какой-то другой Решатель этой системы Постепенно пытаемся Максимально увеличить Этот самый зазор И собственно Проведение этой линии Прокрутка одной итерации Она зависит от функции потерь Которая называется Hinge loss function Условно говоря Которая что делает Вот снизу ее график Она говорит Давайте я буду штрафовать Те точки Которые Ну то есть Штраф нулевой Если точка лежит Там внутри границы Своего класса По одну сторону И я начинаю Прям непрерывно ее штрафовать Сразу после того Как она хотя бы В зазор между классами Попадает Соответственно За счет За несколько итераций Такая Hinge loss функция Ее честная минимизация Ее честная максимизация Простите Позволяет нам Все точки Которые как-то Вмежду Отступами Оказались Как бы переместить Их на границы Условно говоря Ввести внутрь множества То есть провести линию Где практически не будет точек По серединке Это не всегда возможно То есть есть классы Которые крепко вложены Друг в друга Такая адаптация метода Называется Soft margin SVM Ну давайте жить в мире В котором два класса Хорошо отделимы То есть не будем сильно Углубляться В эти смешанные ситуации Что мы дальше можем сделать Если записать Если подменить Скажем так Условно говоря Функцию потерь Как мы это сделали Где у нас был метод Наименьших квадратов И попытаться вот эту функцию Выписать Вот на самый дальний Левый член Ваш правый Можно не обращать внимания Это как раз касается Soft margin Мы попытаемся Эту функцию оптимизировать То есть условно говоря Найти у нее какой-то оптимум И тут дальше Нам на помощь приходит Вообще внезапно Так как это теория оптимизации Теория оптимизации Она говорит А давайте Если у нас удачная задачка Выпуклого программирования И так далее Можно попробовать построить К этой проблемке Ну на самом деле Не, прости Программируем Можно попробовать построить К этой проблеме Так называемую Двойственную задачу Она там В отечественной Теме называется Двойственная задача Я видел Dual Problem В английской проблематике Она еще Их много вариантов Надо построить Лагранжевую Двойственную задачу Которая основана На образовании Лагранжана Так называемого С определенными условиями То есть Это нам позволяет Представим себе Что мы взяли Предыдущую функцию Определили в ней набор Неких двойственных переменных И перезаписали ее Теперь нам надо Ее максимизировать С новыми дополнительными Ограничениями На эти самые Двойственные переменные Капец какой Но оказывается Внезапно Что это задача Квадратичного Линейного программирования Простите Квадратичного программирования У которого есть Свои прикольные Методы решения Которые отличаются От СГД На самом деле И один из таких методов Это покоординатный спуск Он конечно Намного более топорный И примитивный Чем СГД СГД как-то по умному Спускается с горы в оптимум Ищет именно честное направление А координатный спуск Говорит Давайте я буду перебирать Определенным образом Координаты Спускаться по каждому из них Ну и так Пока мы не придем Собственно в точку оптимума Ну там совсем Видно Что красная линия Так делает по каждой координате Честный сдвиг Вот И в конце концов Находит На самом деле Нет гарантии Что этот метод Найдет оптимум Он часто находит оптимум Но иногда не находит Даже локальный минимум Такое бывает Ну то есть Есть контрпримеры Но в основном Он хорошо работает Но суть в том Что этот метод Намного проще вычислим То есть Мы решаем сейчас Не прямую задачу А двойственную задачу Оптимизации Но найденные решения Той двойственной задачи Легко преобразовать В решение Первоначальной задачи Которая будет ответом Линейной модели изначально Сейчас мы в это еще углубимся Есть специальный Я не хочу называть это Фреймворком Потому что это не написано На каком языке По большому счету Есть подход Который ученые Сами называли фреймворком Они много что там сделали Который называется Вот так вот длинно А коротко называется Как-то по-йосовски Коко Да условно говоря Вот так он примерно Расшифровывается Доказано Что он максимально Эффективен С точки зрения Минимального Передачи информации Между отдельными нодами То есть он Communication Efficient Есть целое семейство Таких алгоритмов Он distributed Ну это собственно Семейство алгоритмов Он дуален Потому что он Для двойственной задачи Координатный спуск Условно говоря В чем идея была Идея в чем Конкретно Этого улучшения Почему это не Координатный спуск в лоб И так далее Предположим У нас уже есть Некоторый вектор В Улучшайзинги Которого мы хотим Строить на отдельных нодах И мы можем По-разному поступить Мы можем каждый раз После расчета Кажего улучшайзинга Синкать это с глобальным состоянием И тут же раздавать Предположим Асинхронно закончилась задача Мы тут же раздали Стальным Сказали Я уже посчитал Прерви свою задачу Возьми это Свежий апдейт Это нормально У нас этот алгоритм Сойдется Он даже быстро сойдется Но считать будет долго В смысле быстро В плане итерации Но медленно В плане расчета Можно совсем по-другому сделать Можно сказать Давайте никогда не синкаться Давайте мы Отдельно все независимо Посчитаем И дальше посчитаем Средний градиент Эта штука Не гарантируется Что она хоть Когда-нибудь сойдется Что это такое Средний арифметический Градиент Это вообще может В разные стороны торчать Если у вас Неравномерно данные Распределены и так далее Ну а собственно Идея создателей фреймворка Была в том Что они построили Некоторые оценки При каких к Как часто надо Синкаться Сколько локальных Итераций подряд Чтобы все это дело Не разошлось То есть это честная Научная работа В которой построена Математическая оценка Сверху Это как бы очень здорово В том плане Что можно спокойно Сеть это имплементировать Единственное Ну как бы учитывая Вот этот коэффициент Который у них там Внутри доказывается Он не должен быть бесконечным Основная идея в чем Я сейчас два раза Это покажу Чтобы совсем осело В головах Вдруг вы завтра Берете данные Как обычно Раздаете их по нодам А дальше начинается веселуха Вы как мастера Двойственного программирования Тут же инициализируете Двойственные переменные По определенному закону С начальными весами Там все просто Дальше вы Каждому вектору В соответствии Ставите эти двойственные переменные А дальше вы Локально на каждой партиции Запускаете Вот этот вот Условно говоря Тоже стахастический Чтоб не все точки трогать Метод покоординатного спуска На каждой партиции Обновляете дуальные переменные В каждой партиции И после этого Сколько-то вот этих итераций Прокручиваете в пункте 3 Сколько хотите Как бы Но не больше той оценки Которая предлагается То есть Не больше некоторого k Которое опять же Может быть заранее определено И после этого Все это вместе синкайте Но при этом Это k очень велико То есть можно там Тысячи итераций крутить локально Там все очень хорошо Главное вы должны Ну синкаться Хотя бы пару раз Все это дело Тогда у вас не разойдется Псевдокод Из научной статьи Выглядит примерно следующим образом Я хотел его тут привести В принципе здесь написано Все то же самое Что я до этого рассказал Просто я вам перевел на простой английский Да Здесь написано все то же самое И добавлены двойственные переменные Альфа-каты Да Вот снизу условно говоря Да Каждый из машинок Естественно У каждой машинки Есть свой набор двойственных переменных Который чуть отличается И вам собственно Нужно его собрать вместе Особый секрет Казалось бы Заключается в local-dual методе Но он тоже очень простой На самом деле Это стандартный Покординатный спуск Это тоже очень простая процедура В этом плане Вот когда я разобрался Со всей вот этой историей Оказалось Что реализовать это достаточно просто Ну то есть как бы на самом деле Там код это на полстранички По большому счету получилось Но вот это осознание Пришло мне совсем не сразу Оно и есть боль Вот это все хорошо работает Для линейных моделей Как только мы хотим Поработать с множествами Которые неразделимы Линейно Ну в нашем каком-то пространстве Стандартные методы SVM идут дальше Не говоря Давайте выполним Некое преобразование Фи Которое переведет это В какое-то другое Пусть в той же размерности пространства Но по другому закону Ну не знаю например Не обязательно кстати той же размерности Можно иногда его повысить Грубо говоря Например сделать какое-нибудь Квадратичное преобразование Или сделать какое-нибудь Логарифмическое преобразование И так далее Идея в чем? Основная проблема в том Что на данный момент Не существует Ни одной статьи Ни одной имплементации В открытых источниках Я очень искал два года И не нашел Вот я догадываюсь почему То есть есть даже попытки Сделать оценки Почему это невозможно Вот невозможно взять Нелинейное ядро Да условно говоря это разбросать Это вот такой вызов Если кто-то из вас господа Обладает знаниями вдруг Как построить вечный двигатель Напишите мне на почту Которая будет в конце С удовольствием Посмотрю на ваш код И может быть мы вместе Что-нибудь напишем В Apache Ignite Это все что я хотел сказать То есть SVM классный Я над ним славно потрудился Но как бы только для Линейных моделей Вот такая история Такое тоже бывает При этом если вы хотите Нелинейные модели Как говорится делайте сэмплинг И используйте Сайкетлерн Там нелинейные ядра есть Они просто ну Не распределяются Простой метод КНН Вот это вообще Вот я если вы пишете Библиотеку распределенного Машинного обучения Начните с него Метод очень простой Все знают Да вот у каждого из вас Есть соседи У соседей например Там мальчики или девочки Ну в основном мальчики Так получилось Вот я надеюсь На следующей конференции Это улучшится Вот и вы в принципе Можете решить Вы не знаете какой у вас пол Вы понимаете что Вот у меня три соседа мальчики Я тоже наверное мальчик А если вот уже две девочки Затесало среди трех соседей Наверное я все-таки девочка Ну типа вот такой метод Метрического пространства В котором свойством является Что девочки сядут с девочкой Мальчики с мальчиком Ну это детский сад конечно Но вот в детском саду Это в принципе Справедливый метрический алгоритм Достаточно Как это все можно распределить А очень просто В этом алгоритме Нет настоящей фазы тренировки Нам для предикта Нужно использовать все множество Он такой вообще особенный алгоритм В нем миллион улучшайзингов Как вот начать Что-то там тренировать В простейшем виде Это выглядит так Мы ничего в ходе тренировки Не узнаем Зато в фазе предикшена Начинаем калашмать Как это выглядит Мы можем в принципе Для одной точки Если хотим сделать предикт Сделать очень наивно На каждой машине Вычислить к ближайших соседей Для этой точки Раздали ее по машинкам Вычислили После этого все это собрали вместе К на n При условии что у нас n машин соседей И нашли среди них Сортировкой простой К ближайших Вот так нашли к ближайших соседей И дальше себя склассифицировали Это очень наивный подход Предлагаю его использовать В качестве бейзлайна Чтобы дальше что-то улучшать Улучшение миллион То есть есть улучшение Стандартного кнн Нераспределенного С индексами квадратичными И так далее А есть другие подходы Во-первых У меня вот цель была Например Когда я в Apache Ignite внедрял Мне как бы алгоритм нравится Он метрический Клевый Понятный Но мне хотелось как-то Чтобы я в фазе тренировки Мог что-то выучить У меня всегда было подозрение Что все точки для предикта Перебирать не надо Ну я полез искать тоже И так далее Нашел как бы целое Семейство методов Которые называются Approximate nearest neighbor Короче Которые подразумевают Что мы можем Не всех подряд людей И опрашивать о том Кто ты есть Условно говоря В чем идея У нас точно так же Данные лежат на куче машин И я в фазе тренировки Выбираю некое количество С кандидатов Некое опорное множество Условно говоря Которые будут голосовать В пределе Это напоминает Систему выборщиков США То есть у нас не люди На самом деле Типа не голосуют в Америке Выбирают выборщиков Которые как бы На самом деле голосуют Так было 300 лет назад Но сейчас это почти так же И суть в чем Дальше мы раздаем Эти кандидаты снова на машины И там собственно делаем При помощи этих кандидатов Вот этот самый предикт А как искать этих кандидатов Вот тут миллион способов Есть методы из теории графов Которые позволяют искать Ауставное некое В каком-то смысле дерево Или там некие главные компоненты Я например взял И использовал на самом деле Каминс Для того чтобы найти Некое большое количество кластеров Дальше с учетом Некого стата Об этих кластерах Я собственно смержил эту инфу Добавил какие-то веса И в итоге Ну опять же Вы понимаете Чем больше S Тем точнее алгоритм Теоретической оценки Я пока никакой не получил Ну мне собственно говоря Было особо некогда И не умею это делать хорошо Но суть в чем Алгоритм в принципе На тестовых датасетах Показал там на 2-3% Хуже результат Но при этом он работает Сами понимаете Намного-намного быстрее Потому что вы в конце Классифицируете там По тысяче точек По сотне точек И так далее Другой вопрос Что искать кластера Тоже достаточно трудозатратно Но этот метод хорош Когда вы один раз тренируетесь И миллион раз предиктите Сам по себе КНН как метрический алгоритм Очень клевый В плане предсказаний В плане построения Параметрической регрессии И так далее Не списывайте за счетов У него есть approximate методы Я буду уже заканчивать У меня нет очень много времени Я в целом расскажу идею Того что происходит в конце На построение оценок модели Здесь распределенщина В чистом виде Так не работает Но я уже затрагивал момент Что мы можем запускать Некие задания параллельно Например нам Для валидации наших множеств Нужно использовать Как fold cross-validation Когда мы из одного И того же множества Набираем некие подмножества Тренируемся на этом подмножестве Получаем какой-то результат Дальше берем следующее подмножество И так далее Естественно эти вещи Можно запускать параллельно Тут надо быть конечно Аккуратнее с данными С памятью и так далее Но это можно запустить Параллельно по-честному При этом есть много подходов К тюнингу гиперпараметров Это brute force Полный перебор Это какой-то random search Я вот работаю еще Какими-то сейчас подходами Которые тоже вполне себе Параллелизуются То есть это тоже по-своему Над задача дискретной оптимизации То есть когда у тебя Score модели Является неким значением Которое нужно оптимизировать Это в основном дискретная функция Она может быть непрерывная Если параметры, например, меняются непрерывно Но число итераций в алгоритме Непрерывно не поменяешь Нельзя сделать 10.001 итерацию Можно попробовать, но не получится В этом плане Методов дискретной оптимизации тоже много Они вполне себе неплохо параллелятся Одномерные, многомерные и так далее Тут все хорошо Я буду совсем уже заканчивать Мне не хватило времени рассказать А, кого? У меня 7 минут еще Все вам сейчас расскажу Так Смотрите Идея в чем? Последний момент, который я тоже хотел сказать Про ансамбли моделей Если у вас Вдруг такая задача победить на Кегле Вы наверняка делаете все это не одной моделью А у вас моделей много Их в каком-то смысле ансамбль У каждой модели, например, тоже есть некое право голоса Например, у меня на картинке здесь Логистическая регрессия Нейронная сеточка Какие-то точки данных И некое среднее За которое Логистическая регрессия Нейронная сеть Голосует Но это на самом деле часто бывает Какую-то сложную нейронную сетку Добавляют в ансамбль С какой-нибудь простой Логрегрессии Которая хорошо агрится на какую-то фичу Это прям нормальная тема И нам в каком-то смысле Надо решить По какому принципу Они будут работать вместе Это в самом широком смысле Для чего это делается Есть конкретные техники Объединения моделей Например, такая техника Как бэггинг Не вдаваясь в подробности Зачем это нужно Суть заключается в том Что вы разбиваете данные На какие-то подмножества Некие сумки И тренируетесь на них отдельно Но это же благодатная почва Для того, чтобы это сделать в параллель Но у вас должен быть Соответствующий параллельный Фреймворк исполнения Если его нет, все плохо Далее есть бустинг И в бустинге идея Немножко другая Наверное, кто-то слышал слово бустинг В сочетании каких-то Gradient, Boosted Reads и так далее Это вот тот самый бустинг Он, в отличие от бэггинга Заключается в том Что нам, к сожалению Нужны результаты тренировки На первой модели То есть это скорее Некая цепочка Зависящей друг от друга моделей Которые что-то постепенно улучшают К сожалению, вот это вот Хорошо и честно Сделать параллельно Ну, наверное, никак нельзя Из-за зависимости Вот, можно максимум Как-то асинхронно Стартовать задачки До тех пор, пока Они не потребуют связи Но почти все модели Которые вы в бэггинг засунете Они, конечно, потребуют Уже окончания предыдущей тренировки Я контрпримеров У меня сейчас в голове нет Что вам это сказать И мой любимый стекинг Который позволяет Собственно, это комбинация Которая позволяет Натренировать сначала ряд моделей Естественно, параллельно Их можно натренировать И результаты тренировки Эти модели собираются Как сказать В датасет второго уровня И становятся данными Для тренировки модели сверху То есть мы укладываем Такие блинчики тренировок То есть некую мета-модель Тренируем над предыдущими данными Условно говоря Здесь, конечно, можно Эффективно распараллелить Вот этот первый этап Ну а тут что параллель Тут уже ничего параллелить Не надо При этом каждый из алгоритмов Он, конечно, распределенный То есть это такая Параллельно распределенная Мешанина Где у вас, в принципе Всю первую фазу стекинга У вас утилизируются Ресурсы кластера Ну а здесь уже Он немножечко отдыхает И у меня осталось Совсем чуть-чуть И я скажу, что если Вдруг, не дай бог, кто-то Завтра решит Писать в библиотеку Распределенного машинного Обучения Вы приходите, короче В Apache Ignite комьюнити У нас уже что-то написано Хотя почитайте наши исходники Во И пишите свою хорошо Да, то есть это тоже нормально Народу там много ML занимается много человек Если интересно Приходите, тоже познакомлю Есть вот информационные ресурсы Есть замечательный road map Потому что хочется сделать Короче, работы дофига Pull-requests принимаются Это вам не Spark Вот И последнее Это моя личная инициатива Я хочу собрать Вот опять же Кому-то, если интересно Я не нашел в открытых источниках Сводные таблицы По трудоемкостям алгоритмов Тем более ее нету Там для конкретных библиотек Да, потому что у них Есть разные имплементации Я вот, например, для нашей библиотеки Попытался выписать Там некую training complexity Prediction complexity Когда нам нужно делать Тренировку и массовый Предикт на кучу образцов То есть я для каких-то Алгоритмов это выписал Явно это список не полный Вот Явно туда еще есть что добавить Я обещаю его Дополнять потихоньку Потому что имплементируется Исходя не только из глазками анализов Но и из тех статей На которых имплементировалось Также хочется добавить Трудоемкости Не только по вычислениям Но и по памяти Но и хочется добавить Еще по сети То есть в принципе Собрать нормальное Такое справочное руководство Как для распределенных версий Так и для распределенных версий Чтобы люди Выбирая, что им гонять в проде Могли этим пользоваться Как справочником Справочником, естественно, открытым В общем, кому интересно Приходите, присоединяйтесь Это, кстати, список статей И того, что было использовано В докладе Опять же, можно будет По ссылкам перейти Это статьи, которые Лично я читал и имплементировал Вот здесь вот Пусть останутся контакты Можно меня найти Написать мне всячески Если вас что-то заинтересовало Из того, что сегодня было Или вы там, не знаю Хотите Apache Ignite Эмэль у себя в проде погонять В общем, пишите Не стесняйтесь Или просто затереть За распределенную эмэль Все, всем спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ